Приветствую вас, Ольга. Я не очень люблю говорить такие вещи, потому что это напоминает, знаете, своего рода такой ярлык, который вешается на человека, вот. Поэтому почти ни в одном из моих ответов вы не встретите такого высказывания, и ни с одним из клиентов я такого не говорил, но здесь, в вашем случае, я хотел бы сразу сказать, так как есть, что описываемые вами проблемы, которые позволяют мне думать, что вам нужна длительная терапия. Это именно длительная терапия на несколько лет. Простите, пожалуйста, Ольга, меня за такие слова. Я понимаю, что это неприятно слышать, но если вы хотите реально что-то изменить, то здесь вот только так. Несколько лет в терапии. И начинать лучше уже сейчас. Вообще начинать нужно было уже вчера, но лучше поздно, чем никогда. Сколько лет вам сегодня написали? Вот. Я почему-то думаю, что меньше тридцати. Вот. Возраст для психотерапии хороший. Вот. Так что, если оперативно начнете, то будет у вас результат. Я мотивирую вас работать не обязательно со мной. Вы можете выбрать любого специалиста, который вам будет по душе. Вот. Понимаете, с ним работать. С ним работать. Хотя бы просто делиться с человеком вообще всем. Рисунками, если хотите их рисовать, своими проблемами, противоречиями, прочее, 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 прочее. Все это нужно перерабатывать. В некую такую уникальную вашу индивидуальную целостную структуру, структуру вашей личности, которую вы где-то потеряли, возможно, и не имели никогда. Вот. Если вы выбираете для себя другой путь, ну, например, обесценивание, недоверие, вот, считайте, что это помп, это фигня полная, да, несколько лет, 12 тропий, ну, в таком случае я боюсь, что результат у вас не будет. Вот. Вот. По крайней мере, такого, чтобы как-то кардинально изменило вашу жизнь. Вот. Это первый момент. Сейчас я постараюсь вам раскрыть, почему я так считаю, вот, раскрыть свою точку зрения более подробно, опираясь на ваш текст. На его конкретные элементы. Значит, наверное, вы пишите, надо начать с того, что год назад я решил обросить свое увлечение и рисовала комиксы, которые меня весна выматывала. Вы раскрываете дальше историю о том, почему это вас выматывало, но тем не менее я хочу вас спросить. При всех тех негативных моментах, которые имеют рисование комиксов для вас, ну, просто рисование, да, не важно, при всех тех моментах вы же все равно начали рисовать. Вы все равно рисовали. Рисование – это единственное, где вы не чувствуете себя полным нулем, выражаясь вашими словами. И это не случайно. Но по какой-то причине вы остановились только на рисовании комиксов. И только на рисовании таких комиксов, которые противоречат вашим духовным убеждениям и религии. Что, в общем-то, в некоторой степени странно. Допустим, духовные и религиозные ценности – окей. Но почему тогда не подогнать то, что вы рисуете под них? Подумать соответствующие сюжеты, отвечающие религиозным и духовным ценностям вашим и так далее. И здесь мы подходим к еще одному моменту. А может быть, вы не хотите этого. Может быть, вам это не нужно. Может быть, все, что вы хотите – это рисовать эти комиксы, потому что рисую комиксы. И холя или лея, как вы говорите, своих персонажей и сюжет, вы проживаете через этих персонажей и сюжет те жизни, которые хотите прожить. Те события, которые хотите прожить. Вы испытываете те чувства, которые хотите испытать. И именно с этим и связано ваше желание, признание, страсть и так далее. Ну, страсть, потому что вас признали, тщеславие и прочее, 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 прочее. О которых я еще скажу сейчас пару слов тоже. То есть, рисунки и рисование так много занимают место в вашей жизни, но при этом вы не пишете ничего об этом конкретно. Как начинали рисовать, что нравилось, почему нравилось и так далее, и так далее, и так далее. Какие чувства испытывали при рисовании. Далее. Это очень хороший, очень хороший инструмент рисования и рисунки. Очень хороший инструмент для анализа того, что с вами происходит. То есть, на основании рисунков можно исследовать вашу психику, вашу душу, ваше подсознание и так далее. Так что здесь, одновременно и, безусловно, проблемный момент, одновременно и ключ к выходу. Ну, как это обычно бывает. Дальше. Бросил я его еще и по религиозным причинам. И вот здесь очень интересный тоже момент. Момент какой. Значит. Знаете, если бы вы сказали, что вот я, например, допустим, верующий человек. Да. Вот. Я верующий человек. Да. Ага. Я верю. Ну, там. Во что-то верю. И для меня, в общем и целом, неприемлема такая история. Да. Просто вот комиксы, сюжеты, которые я в этих комиксах описываю. Тогда можно было задать вам вопрос. Ну, хорошо. Если вы верите, и при этом начали рисовать, значит, наверное, за этим что-то стоит. Ну, очевидно, что если вы начали рисовать, веря, то вам это для чего-то нужно. То есть, либо религия не дает вам того, что вы хотите, не удовлетворяя от вас до конца. Либо рисунки дают вам что-то совсем иное. Что-то такое, чего не дает религия. Опять же. Вот это вопрос. А если религия не дает того, что вам нужно, и того, что могло бы сделать вас счастливой, полной и так далее. Что, может быть, тогда стоит подкорректировать религию. Подкорректировать религиозные взгляды, которые у вас есть. Насколько они соответствуют, ну, действительности, адекватности, вашим интересам. Например, если вы не получаете от нее того, что нужно вам. Это то, что касается того, если вы, веря, начали рисовать. В другой, в другой ситуации, при другом раскладе, при другом раскладе, если вы, уже рисуя, начинаете во что-то верить другое. Да? То это, конечно, отдельно. Это, конечно, другой момент. Я верю в то, что в таком случае, действительно, определенные взгляды свои вы могли бы и пересмотреть. Но при этом, при этом, забрасывать рисунки не самый лучший расклад, опять же. И религия, если она, как бы, ну, выполняет позитивные функции для человека. Религия не должна этому, как бы, ну, противиться. Тому, что вы делаете. Тому, что вы, ну, тому, что вы хотите. Вот. Творчество, творчество, это одно, а религия, это... Творчество, это детскость, это детское состояние, это желание, это импульсы. Вот. Это инстинкты, можно так сказать. А религия, это догма. Родительское начало. И... В данном случае, они у вас борются между собой. А, дальше. Как я сейчас понимаю, действительно, меня сильно разрушало. Чем? Может быть, тем, что вы, ээээ, вкладывали слишком много значения в, эээ... Ну, вот, в рисование. Может быть, тем, что... Для вас рисование было слишком... Нужным, слишком важным. Вот. Что это было нечто большее, чем просто творчество. И, опять же, да, вы пишете там дальше, что вам нужно для этого. Но вы пишете это с... С точки зрения... Отрицания. То есть, вы пишете это с той точки зрения, что, вот, эээ... То, для чего вы рисовали, да, то, какие желания вы удовлетворяли через рисование, или хотели удовлетворить через рисование. Это негатив. Но, на самом-то деле, этого хочет, эээ... Каждый человек. Абсолютно каждый человек хочет признания. Абсолютно каждый человек хочет одобрения. Абсолютно каждый человек в этом летает. Вопрос в том, какие пути человек выбирает для того, чтобы этого достичь. То есть, какой путь выбрали вы, чтобы этого достичь, да, чтобы этого достичь. Какое, ну, какое направление вы выбрали для этого, для того, чтобы этого достичь. Понимаете? То есть, вот, то, что вы хотите признание, там, далее, это нормально. Это естественно. А все, ладно. Хотя бы тут все. Как вы его навязываете? А если нет запрет, то откуда? Какие аргументы и источники этого запрета? Дальше, эээ, так, значит. Сейчас я живу куда более хорошо и спокойно. Я так понимаю, потому что противоречие ушло. Эээ, точнее, не ушло, а градус противоречия снизился. Но, эээ, при этом, при этом, вы, вы, эээ, мне удовлетворили все равно. Иначе бы вы не написали нам на сайт. Так, но у меня до сих пор не прошло желание рисовать. А, стресс ушел, и отодавна у меня был просто на грани, было очень плохо. А из-за чего плохо-то? Понимаете ли вы, это вы просто убежали от проблемы, вы не решили свою проблему. У меня до сих пор не прошло желание рисовать. Правильно, оно не пройдет, если это творчество. И оно не пройдет, если это какое-то другое желание. Меня это мучит, потому что мне, с одной стороны, кажется, что это противоречит моим духовным устремлениям. Эээ, являются ложными в том случае, если духовные импульсы не причинят вред при их реализации. Вот. То есть, условно говоря, если комиксы, допустим, которые вы рисуете, хорошие, ну, качественные, да, если сосед, описанный в этих, значит, комиксах, интересный, да, то нет ничего плохого в том, чтобы вы, значит, ну, чтобы вы хотели за это признаться. Вот. То есть, нет ничего плохого в том, чтобы вам за это получать признание. Если же комиксы не очень хорошие, да, ну, допустим, 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 но все равно признание хочется, то тогда просто нужно выбрать другой способ, другой способ реализации своих, значит, эээ, потребностей. Вот это все. Вот это все, понимаете? Других, эээ, других вариантов попросту нет. Но этих вариантов более чем достаточно. Так что данная установка является достаточно ложной. но духовное убеждение, да, достаточно сильная история, очень сильная история, очень сильно устойчивая история. Поэтому, эээ, работать с этим нужно мягко, деликатно и не спеша. Вот. Я не призываю вас отказаться от религиозных взглядов или от духовных убеждений каких-то. Я хочу, чтобы вот это все не ограничивало вас. Понимаете? Вот это, то, чего я хочу. А для этого нужно внести определенный элемент критики по поводу того, в чем вы убеждены. По поводу того, каких, ну, взглядов, эээ, взглядов, целей и ценностей вы придерживаетесь. Вот. Вот и все. Вот и все. То есть это, на самом деле, ну, не так, не так страшно, как, эээ, может показаться на первый взгляд. Вот. Просто больше информации, больше позволения, больше свободы, больше, больше спонтанности, возможно. Вот и все. Опять же, петух принесло, если вы готовы работать. На, на, ну, в этом направлении. Дальше. А, так. Так, к тому же, дальше, когда я решаю сесть подчеркать, это идет обесценивание того, что вы делаете. Да, обесценивание всегда имеет источники. Обесценивание всегда имеет источники, не связанные с вами. То есть это не вы обесцениваете то, что делаете, а другие люди. Кто, это уже отдельный вопрос. Меня всплывают те плохие чувства, которые меня тогда, год назад, вводили в дикий, в дикий стресс. А, плохие чувства, с одной стороны, являются механизмом защиты, чтобы вы не рисовали. То есть, опять же, определенные люди из вашего окружения, не заинтересованные в том, чтобы вы себя реализовывали, а, мотивировали вас на то, чтобы у вас такие чувства появились. Ну, среда недоброжелательная, враждебная. Вот. Ну и, соответственно, выражаясь языком психологии, вот, так называемый критикующий родитель или враг, который есть, скажем, узнал. Именно он дает окраску, оценку дает тем чувствам, которые вы испытываете. Так, эти чувства, тщеславие, желание похвала, как страсть, вполне ощутимая страсть. Смотрите, что плохого, собственно, в том, что вы хотите страсти, вы хотите похвалы, вы хотите тщеславие. Что это плохого? Любой человек хочет похвалы. Каждый. Каждый из нас хочет похвалы. Вопрос в том, как он это реализует. Просите ли вы это, спросите ли вы похвалы, заявляете ли вы об этом, даете ли вы сами похвалу. Вот в чем вопрос. Согласитесь, гораздо легче, гораздо легче, приятнее хвалить человека, который хвалит тебя. Более того, ему как-то вообще, знаете, плохого-то ничего сказать не хочет. Человеку, который хвалит тебя. Потому что, ну как же, блин, он же, он же похвалил, вот, он же меня похвалил, да, как же я ему теперь плохое-то чё-то скажу. Это же, вообще, ну ай-яй-яй, нельзя. Вот, кем с кем же я буду-то для него тогда? Тогда, знаете, нет, если хвалите вы, но делаете так качественно, искренне, вот, вот, то и, соответственно, вас тоже буду хвалить. Здесь я могу вам порекомендовать, почитать сказку Клода Штайнера, Клод Штайнер, сказка про пешистиков. Она небольшая, это сказка. Она совсем коротенькая, вот, но она очень интересная и познаменательная. Как раз, раскрывает идею, идею похвалы, идею тщеславия, вот, и о том, как это всё становится реальным. Сказка не решит, там, всех ваших проблем. Конечно же, да, не решит всех ваших противоречий, вот, но, по крайней мере, она поможет, она поможет вам увидеть, увидеть то, насколько, насколько реально то, о чём вы говорите. Вот, понятно. Дальше. Дальше это желание у меня связано с отраком, что мое творчество не примут. А вот это уже больше ассоциирует вас именно с творчеством. То есть, насколько творчество является самобытным. То есть, творчество настоящее, это всегда что-то самобытное. То есть, творчество ради творчества. А у вас творчество для принятия. Ну, то есть, чтобы его принять. Возникает вопрос, а для чего творите тогда? Возникает вопрос, так, а если вы будете чувствовать похвалу в свой адрес? Если вы будете чувствовать, что вы, там, грубо говоря, ну, нужны людям? И так далее. Да? Допустим. Вот. А монобетанол вам и не будет хотеться рисовать? Что произойдёт-то? В этом случае. Если вы, например, будете, ну, удовлетворены всё-таки. Понимаете, такая история? То есть, опять же, опять же, вас спрашивают, что ваше творчество не примут, да? В этом смысле, если это не когнитивная ошибка, в этом смысле, это показатель того, что в действительности вам не творить нужно вообще. А в действительности вам нужно больше, как бы, просить у людей поддержки, больше обращаться к людям за поддержкой. И всё. И вы, и вы в глубине души, вы хотите, чтобы ваше творчество было непринятым, потому что, ну, как бы, творчество не ваше. Это не ваше. Если творчество истинное, то оно всегда ради творчества. Оно никогда не имеет таких аспектов, типа, что, вот, меня не примут, да какая разница, примут, не примут. Гениальные творения принимали вообще спустя столетия. Вы же знаете об этом, наверное. Ага. Но вы же знаете это. Я уверен, что вы, что вы, что вы, что вы, вы в курсе данных аспектов. Вот. Ну вот. Ну вот. Поэтому, видишь, такой момент. Его тоже нужно идентифицировать. Его тоже нужно изучать. Понятно? Понятно. Да. Дальше. Так. Наверное, я первый, кто не смог, не мог принять его. Ну, да, по причинам, которые я уже сказал. У меня был момент, когда я не столько ненавидел свой стиль рисовки, что ненавидел на себя. Рисунки из всех только попробовать их хвалить. Ага. Я думаю, что здесь наручена причинно-следственная связь. И сначала вы ненавидите себя, точнее, вы не принимаете себя реальной, такой, какая вы есть. Пытаетесь реализоваться через творчество, поскольку творчество это продолжение вас, то оно такое же несовершенное, по вашему мнению, как и вы. И, соответственно, отсюда выникает цепная реакция. Ни в коем случае не наоборот. Вот. Ни в коем случае не наоборот. Ни в коем. То есть, именно в таком порядке это происходит. Вот. Потому что человек, если он себя не принимает полностью, то он не может принять и свое творчество тоже. Если человек не принимает свое творчество полностью, да, то он начинает мучиться. Начинает попытки, отчаянные попытки подогнать творчество под некий стандарт. Чтобы людям оно понравилось. Ну, творчество я имею ввиду. А поскольку это невозможно, в принципе, то возникает проблема с проблемой. Дальше. Вот по отношению к своим студентам было наоборот. Я своих зажатых пацанажей холила и лилела. Но опять-таки ждала, что другие их также полюбят и что очень страдало, если не видела любви к стране читателей. Все это про вас. Ольга, все это про вас. Про то, что вы хотите любви. Только вы считаете себя-то любви недостойной, а вот своих пацанажей, да. Ну, более достойной. В общем, я даже как-то пытался заработать рисованием. Мне даже с помощью подруги удалось получить крупный заказ. Но она казалась настолько тяжелым, что я разреклась рисовать на заказ снова. Это было невыносимо. Ну, как вам сказать. Тут, конечно, нужно исследоваться. Только тонкости исследовать детали. Вот. Я думаю, что ваша ошибка в том, что желая зарабатывать творчеством, вы ориентируетесь во мне. То есть не на свой ресурс, а во вне. Ну, и заказ тоже как бы обговаривается всегда, да. То есть так, чтобы человеку было комфортно. А любой, кто занимается творчеством, понимает, что как бы, ну, если это именно деловой и серьезный человек, он понимает, что нельзя. Нельзя подгонять. Есть какие-то сроки, но они такие достаточно, ну, достаточно большие. Вот. Нельзя подгонять. Вот. Такая вот история. То есть тут вы себя неправильно поставили. Скорее всего. Вот. Чувство вины, оно у вас возникло только здесь, как вы пишете. Но, мне кажется, что оно было у вас. Оно было у вас и раньше. Оно возникает у вас. Оно живет с вами. Просто, ну, не знаю, может быть, вы его не замечаете, может быть, что-то еще. В общем, это была у меня самая объемная деятельность в рисовании. Когда вы не стали, моя жизнь опустела как-то. Да? Потому что через рисование вы реализовывали. Через рисование вы сублимировали свои желания. Учился я вообще-то на менеджеров по туризму, но мне это абсолютно не интересно. А зачем, зачем учились тогда? Нет, ну, серьезно, если, эм, не нравится, не нравится, ну, вот, не нравится вам туристическое направление. Для чего учились? По каким критериям выбирали? Просто поиследуйте это. В общем, вообще, я во всём другом, кроме рисования, чувствую себя полным нулём, не подходящим, не поинтересованием. Ну, не мудри, но учитывая, насколько он себя подавляет, как сильно вы себя подавляете. Дальше. Так. Старалась выявить свои истинные желания, так вот мне кажется, что моё огромное желание спокойствием в такая светлая безмедельность какая-то. Ну, это не желание. Это скорее состояние, к которому человек стремится. К желаниям это вообще никакого отношения не имеет. Желание – это то, что вы хотите. Желания могут иметь свою первопривабытную форму, которая исходит из детского состояния и может корректироваться на взрослым и родительским состоянием. Вот, например, да, допустим, каждый человек хочет любовь. Но если человек верит, например, допустим, в христианского бога, то он будет любовь получать одним способом. Если он верит в мусульманского бога, он будет получать любовь другим-другим способом. Если он, соответственно, другой верой, другой конфессии или вообще не относится к конфессии, ну, вот я так просто как пример говорю, да, вот, то он будет, соответственно, получать любовь иными способами. Вот. И корректировать его, а на этом пути будет что-то другое. Ну, и всё. Поэтому я бы сказал, что, значит, истинных желаний вы прогадали. То есть не исключено, что с этим тоже вам нужно работать. Вот. Не исключено, что у вас очень выпуклый развит эмоциональный интеллект. Вот. Поэтому рекомендую здесь почитать книжку Федерего Перлза «Практику по гештальт-терапии». Вот. Там есть упражнения, которые помогут вам немножко раскрыть свои желания. Вот. И, конечно, в идеале, чтобы эти упражнения делались под, ну, под контролем психолога, то есть как-то из упражнений, вот, чтобы вы делали именно под контролем психолога, вот. Чтобы вопросы какие-то прояснять, там, противоречия разрешать, ну, и так далее. Поэтому, потому что, когда встают вопросы о том, чтобы нарушить эту безумительность, пугают, всё пугают, дико боюсь стрессовых ситуаций. Не стрессовых ситуаций вы боитесь. Ольга. Вы боитесь, скорее, того, того, что за ними находится. Вы боитесь, скорее, того, что за ними следует. А за ними следует принятие какое-то решение, а поскольку вы в себе не уверены, то и, соответственно, решения нет. И, поскольку вы в себе не уверены и нет решения, то вы начинаете думать, что вы плохая, никчёмная, не на что не способна и так далее. И, ну, это у вас проявляется, да, вы писали об этом раньше. Вот. Соответственно, вам это плохо. Происходит расщепление. Именно поэтому вы этого боитесь. Страх в данном случае просто-напросто вас защищает. Но, действительно, вы боитесь не самих стрессовых ситуаций. Потому что сами ситуации по стрессовости очень сильно различаются. То есть, вот, подумайте, что для вас является стрессом? Какие ситуации являются стрессом? А какие нет? И в чём выращается стресс лично для вас? Дальше. Так. Я сначала борол вас с этими страками. Ходил на собеседование. Попал несколько раз на мошенников. В итоге даже звонить расхотелось. Вижу в каждом объявлении невозможность. Огни недостатки я поселил. Ну, во-первых. Бороться со страками значит их подавлять. Я полагаю, что вы достаточно себя подавляете, что вы шею и подавляете свои страхи. Бором страки не подавляют, их раскрывают. Их раскрывают, раскрывают те желания, которые за ними стоят. Их разбивают на составные части. Вот. Ну, в частности, например, если человек боится, допустим, всего-то. Ну вот, например, зубного врача. Вот. Человек боится зубного врача. Он не ходит к врачу, когда у него болят зубы. Хотя понимает прекрасно, что ему нужно ходить. Нужно пойти, потому что зубы болят. Но не ходит. И здесь происходит история, когда детское состояние человека, детский опыт, влияет на взрослый опыт человека. То есть, иными словами, иными словами, вы позволяете своему детскому компоненту личности оказывать давление и оказывать влияние на взрослую компоненту. Вот. В действительности же, если поанализировать, то в основе страха лежат какие-то ранние детские переживания. Вот. Да, зачастую травматичные, конечно. Вот. Но именно детские. Которые, как бы, к самой ситуации, которая происходит, отношения не имеют вообще никакого. Вот. Так что, вот. Это первое. Второе. Я полагаю, что вы изначально не хотели работать. Поэтому все ваши действия были направлены исключительно на то, чтобы доказать себе, что эта работа, ну, что работа не для вас. Вот. Вполне возможно, что вы даже подсознательно, специально выбирали, выбирали недобросовестных работодателей, чтобы подтвердить себе, что вот видишь, вот видишь, я же говорил, что везде одни мошенники, там, и так далее, и так далее, и так далее. А то, что, как бы, правила безопасности нужно соблюдать, то, что элементарные критерии отбора работодателя, это, в данном случае, не волнует, ну, то есть, отходит на второй план. В поисках советов наткнулся на такие проблемы, которые выявили у себя. Вы очень зря начали заниматься самоанализом, потому что с учетом подавления вашего и с учетом нереализованности, могу представить, что вы найдете у себя вообще все, что угодно. Но это только далеко, это только ничего вам не даст, потому что для анализа есть специалисты, которые со стороны через опыт, через знания дадут вам непосредственно обратную связь по поводу того, какие у вас есть проблемы. А так вы себе можете надумать для чего угодно. Опять же, для того, чтобы убедить себя, что вы ни на что не способны, и так далее, и тому подобного. А, чувство вели. Я всегда стараюсь быть короче, даже если это шло в разрез моим желанием. Это постоянно. Родительский запресс. Драйвер, угоди мне. Можете почитать в интернете. Для начала. Чувство, что другие не воспринимают, но не воспринимают меня всерьез. Потребность собственной значимости и отсутствие живой обратной связи от того, что вы делаете. По сути, это несоответствие деятельности во вашем ценностях и не ориентированность ее на ваши же потребности, что вытекает из первого чувства. Вы пишите, что чувствуете, что ваши проблемы никого не волнуют. А вас, Ольга? Вас-то ваши проблемы волнуют. Вы себя любите. Вот вы говорите, что, ну, вы пишите, да, что мои проблемы никого не волнуют. А почему должны волнуют? Какая мотивация людям решать ваши проблемы? Вот. Могут ли они переживать за вас? Есть ли у них ресурсы для того, чтобы ваши проблемы воспринимать всерьез? Понимаете? Это важно? Кому вы говорите? Как вы говорите? Может быть, вы специально говорите всем людям, которые, в принципе, не могут воспринимать вас всерьез? Или никогда не воспринимали всерьез? Остепление это тоже не принес я себя. Чувство, что я ничего не могу. Плохой работник именно это меня останавливает устраиваться куда-то. Ну, опять же, что надо делать плохое? Это оценка. Оценку дает кто? Это другие люди. А чего хотите вы? Вопрос. Любой адекватный работодатель понимает, что новый работник, он неопытный и что ему нужна помощь. Если он не помогает, значит, он не заинтересован в том, чтобы принимать на свою работу профессиональные кадры. Это уже не ваша проблема. Но вы считаете, что вы ничего не можете, и что вы плохой работник, чтобы ничего не делать. Потому что если вы будете что-то делать, то вы будете делать, скорее всего, не для себя, и будете опять переживать. А своим желанием, чтобы делать что-то для себя, вы не доверяете. Ну и понятно, что у вас в вашем окружении распространено вот это вот плохой, хороший. То есть это детская позиция. Детская позиция, ну, я не знаю, до пяти-шести лет. То есть это ребенок пяти-шесть лет рассуждают. Вот ты плохой, а ты хороший. Вот тапа мне дал конфетку, он хороший. Мама не дала конфетку, она плохая. Вот. Ну, это так. Не бывает хорошего и плохого вольфа. Бывает достаточно, недостаточно, вовремя или не вовремя. Плохого и хорошего не бывает. Ну, еще и то, что работа, в принципе, любая, какую бы я не выбрал, не отвечает моим желаниям. А какие желания у вас? Я с детства где-то выношел мечты о своих историях. Даже пытался поступить на мультипликаторы, но не вышло. А почему не вышло? Почему пытались, а не поступили? Вот я всегда с подозрением отношусь к людям, которые говорят «постараюсь». Люди, которые как раз постараются и попытаются, они, как правило, ничего не делают. Они просто имитируют деятельность. Вы знаете, что я на мечте? Отлично. Вы поступали на мультипликаторы? Прекрасно. В чем проблема? Что значит, не вышло? Не хотели? В глубине души опять же. Страневались. Хотели поддержки, обижались. Обижались на родителей, что они вас не поддерживали. И тем, что не поступили, тем, что вы несчастны, вы сейчас говорите, вот видишь, мама, папа, видите? Вот вы меня поддерживаете, вот я теперь страдаю. И вы страдаете. Только страдаете вы однажды. Так, теперь к рисованию чувствуем какое-то отчуждение. Ага. Так, ну, это связано, это комплекс. То есть, когда вы рисовали, да, у вас, ну, был ряд других чувств, которые вы, вот, принимали как негативные. Вот. И поэтому сейчас у вас защита идет. Такая, такая, сильная защита. Вот. Все это поратило вам не апатию, то есть апатия это, когда в человеке борются несколько, ага, диаметральных противоположных сил, тянущих человека в разные стороны. Если бы апатии не было, то вас буквально бы разрывала над человеком, и вы вполне вполне возможно могли бы сойти с ума. Так апатия вас защищает. С другой стороны, апатия это действительно нежелание делать то, что вам не хочется. Нежелание что-то делать правильно, а чего хочется. Чего хочется. Сохранять свое спокойно, беспрессовое состояние. Лениться, кормить себя сладостями, вкусностями и беспрочно отдыхать. Ну, Ольга, круто, что вы можете себе это позволить. Если вы это делаете, то вы можете себе это позволить. И возникает вопрос мотивации тогда. Но все-таки другая моя страна пихает меня что-то менять, потому что так жить скучно, хочется зашлить, что чем-то действовать, чтобы жить активно. Для этого нужно исследовать ваши желания и чувства, и избавляться от запретов, которые у вас есть. Не бороться, а именно раскрывать. Раскрывать свои чувства, раскрывать свое желание и так далее. Это все. Это работа. По сути, вы бестрессовостью себя обеспечиваете в контексте любви, в контексте похвалы. По сути, сладости и вкусности то же самое. То есть это тоже контекст любви, похвалы и безопасности. Безопасность это личные границы. Которых у вас, очевидно, точно нет. То есть у вас либо все плохо, либо хорошо. А примеров как бы нет. Раньше такая жизнь приносила мне страдания, поэтому не знаю, как может быть активнее получать от этого радость. Но радость она будет получать, если вы, с одной стороны, будете ориентироваться на процесс, а не на результат. И с другой стороны, откровенно открыто заявлять о своих желаниях, о том, чего вы хотите. Ну и, Ольга, вопрос к вам. Вот вы пишите, да, помогите. Помогите, пожалуйста. Как, Ольга, как можно вам помочь в рамках одного ответа на ваш вопрос? Вот вы и сами просто подумайте, как можно вам помочь? Вы действительно думаете, что выслужив какой-то ответ, вы резко сразу поменяете свое поведение? Нет, вы жили так годами, у вас есть выгода. Настраивайтесь на работу, будет результат. Сформируйте запрос, ну, свой запрос, да, который у вас есть. То есть запрос, что вы хотите поменять. Будем с этим работать. Вот и все, по-другому никак. То есть, когда вы говорите, помогите, да, вы жертва, а мы спасатели, мы должны вас спасти. Но это не работает. Так. Психолог не спасатель. Психолог это помощник сотрудник. То есть мы с вами сотрудничаем, допустим, я помогаю вам, в том, что у вас не получается, но делаете вы, работаете вы, действуете вы, понимаете? Никто не вытащит вас за ручку и не поведет к новым достижениям. Это будет иначе то же самое, что и было. Поэтому, поэтому, Ольга, определитесь, пожалуйста, с тем, что, как вы видите помощь вам. В каком виде она вам представляется. Готовы ли вы работать? Готовы ли вы прикладывать усилия? Если да, какие усилия? Понимаете? Вот. Выбирайте себе психолога и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.